Основы государственной языковой политики. Почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов и лидер одесской организации партии «Оппозиционная платформа за жизнь», кандидат в мэры Одессы Николай Скорик, обсудили вопрос о языках национальных меньшинств. Встреча прошла в стенах Одесской урокадемии, символичном музее редкой книги. О национальном разнообразии нашей страны и праве свободно использовать свой родной язык подробнее в сюжете моих коллег. Защищать украинский язык и дать возможность национальным меньшинствам свободно использовать свой. Под таким лозунгом прошла встреча президента Одесской урокадемии, почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова и лидера одесской организации партии «Опозиционная платформа за жизнь», кандидата в мэры Одессы Николая Скорика. Подякувать президенту Одесской национальной юридической академии Сергею Кивалову за наданную возможность провести этот круглый стиль. Когда находишься в таком месте, которым руководит человек, который является одним из авторов мовного закона, то понимаешь, насколько этот закон, при всей той лживой и негативной критике, которая была в период его работы, насколько этот закон важен для стабильной и нормальной жизни в нашей стране. В 2012 году Сергей Кивалов стал соавтором закона об основах языковой политики в Украине. Закона, который в свое время решил большинство споров, возникающих на лингвистической почве. Соавтор компромиссного закона об основах языковой политики Сергей Кивалов вспоминает, как в 2019 году взамен устраивающего практически всех закона приняли документ о тотальной украинизации. Нужно делать все для того, чтобы жителям Одессы было комфортно и уютно. То, что они идут в аптеку, покупают лекарства. И большая часть старшего поколения плохо знают украинский язык. А еще терминология медицинская. Они ходят по соседям и просят друзей и знакомых, чтобы перевели. Как принять элементарно даже лекарства, даже это. Ну и что секрет? Ну все в Одессе, в Верховной Раде 50%, если не больше говорят на русском языке. То есть принимаются те законы, которые реально они невыполнимы. Я не знаю, чего мы все время прячем голову в песок и говорим, что нас это не интересует. Как раз нас это интересует. И я думаю, что Николай Леонидович, первый наказ, первое пожелание, чтобы на первой сессии вы рассмотрели вопрос о принятии. Еще раз, может, уже мы поможем, если необходимо, привлечем специалистов. Спасибо большое, Сергей Васильевич. Я понимаю, какая это честь. Действительно, здесь представлены такие шедевры международной, украинской, русской литературы. Я думаю, что это накладывает очень серьезную ответственность на этот наказ. Я приложу все усилия для того, чтобы не подвести граждан Одессы, моих земляков и в этом плане. Нормативно-правовой акт, принятый уже в далеком 2012 году, как его называли в народе закон Кивалова-Колесниченко, соответствовал положениям европейской хартии языков, нацменьшинств. Его высоко оценили в Венецианской комиссии, Совете Европы и влиятельных европейских органах. Закон закреплял статус украинского языка как государственного, но при этом всячески способствовал развитию языков граждан других национальностей, проживающих в крупнейшей европейской стране. Особенно приветствовали изменения в законодательстве жители многонациональной Одесской области, где компактно проживают в том числе болгары, гагаузы, молдаване, албанцы. И говоря уже об областном центре, где большинство населения говорит на русском языке, который и объединяет нас с меньшинством. В том же 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет Луганской области, Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным. Украина еще в 2006 году присоединилась к карте о языках, языках нацменьшинств. А как мы все знаем, что нормы международного права имеют большую юридическую силу, чем законодательство национальное. И то, что этот закон, который внес и приняло то большинство, которое возглавлял тогда Петр Алексеевич Порошенко, это нонсенс, и мы не можем согласиться. Патриотизм полегает в том, кто действительно думает о властную украинскую державу и кто понимает, что в украинском обществе, которое разнообразное, которое разноязыкое, которое очень пестрое, но оно единое в том, что мы любим свою страну, мы любим свой родной город Одессы, и мы должны делать все для того, чтобы в нашем обществе, в нашей стране был мир и взаимопонимание у носителей разных языков, разных культур, разных религий. Напомню, два года назад предыдущая власть отменила закон Кивалова-Колесниченко по причине нарушения процедуры принятия нормативно-правового акта. Впрочем, подчеркивают участники круглого стола, по таким причинам можно было считать неконституционными более 90% законов, которые принимаются под куполом Верховной Рады. Все абсолютно выполнялось согласно духу и букве того закона, который с автором которого был тогда Сергей Васильевич. Отменять его, даже если вы вспомните, во время Майдана, вначале же они проголосовали за его отмену, а потом дали заднюю, понимая, что это еще больше раскачает ситуацию. Когда говорят о том, что кто-то пытается взять языковую карту, наоборот, вот я считаю, что тот закон, он наоборот успокаивал ситуацию в обществе, он работал исключительно в рамках Конституции, и вот мы много говорим за эти выборы о том, что многие позитивные вещи в стране должны начаться с Одессы. Вот мы по итогам этих выборов должны продемонстрировать нашей стране, нашей Украине, про то, что действительно можно жить в мэрии, про то, что все мовы могут ревно иснувать и ревно выкористовываться на просторах нашей державы. Если мы это сделаем в первую очередь в Одессе, то я думаю, что это будет очень хороший пример, позитивный пример для всей страны, и, Сергей Васильевич, я буду обязательно следовать вашим наказам. Напомню, этой осенью Сергей Кивало вместе с группой юристов оспорил решение Одесского окружного административного суда, который лишил русский язык статуса регионального в нашем городе. Решение о придании такого статуса русскому языку было принято еще при мэрии Алексея Костусеве, сразу после принятия в 2012 году закона Кивалова-Колесниченко. Несмотря на то, что большинство своих рабочих заседаний мэрия проводит именно на русском языке, никто из юристов Гурсовета оспаривать решение окружного админсуда не стал. Субтитры создавал DimaTorzok